2 августа в нашей стране ассоциируется с честью, силой, самоотверженностью и доблестью. В этот день свой профессиональный праздник отмечают бойцы ВДВ, которые по праву носят почетное звание элиты среди войсковых подразделений. В этом году воздушно-десантные войска празднуют свой 91-й день рождения. Этот род войск является ключевым для нашей обороноспособности. Служить в десантных войсках всегда было честью. Это был особый урок мужества, становления мужчин. Желаю вам мирного неба. Отдельно хочу отметить это братство десантное, когда в любой точке планеты ты понимаешь, что тебе протянут руку помощи. Здоровья вам, светлого будущего, с праздником! Павел Новаев признается, что хотел быть летчиком, а попал в ВДВ. Такой поворот судьбы не расстроил мужчину. Правда, вместо шурвала с самолета, всю службу были стропы десантного парашюта. Свой первый прыжок Павел помнит и сегодня. Первый прыжок незабываемый. Я как раз был в Рязани. Приземлились удачно все. Ну и потом вечером было посвящение десантнике. Кто-то попадает в воздушный десант случайно, а кто-то целенаправленно готовится с юных лет. Но для каждого самым сложным испытанием становится первый прыжок с парашютом. Андрей Балашов признается, что для него было тяжело собраться с мыслями и прыгнуть. Самое страшное это было, когда вот в самолете летишь и уже надо выпрыгивать. То есть адреналин идет, вот ты выпрыгиваешь, то есть открывается парашют и ты летишь спокойно. И то есть ты уже себя чувствуешь спокойно в безопасности. То есть приземлился и как бабочки в животе. В конце митинга граждане взложили цветы к вечному огню. В знак памяти о доблестных воинах-десантниках. Екатерина Шмакова, Константин Островский и Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.